Один из самых эффективных способов это делание кино все дети любят кино и если ребенку сказать что пойдем делать кино у него такой восторг такое желание принимать в этом участие что он преодолевает свою немощь и участвует занятия в прошлом году на суд жюри было представлено 22 фильма из санкт-петербурга и было разыграно 7 призов в этом году фильмы поступили на 13 киностудий из девяти городов и населенных пунктов из из 46 фильмов отобранных конкурсных программ 29 это игровые фильмы анимационные музыкальные и фильмы особого жанра фильма особого жанра нельзя отнести ни к одному из известных нам жанра в этих фильмах простыми доступными средствами показано как раскрывается творческий потенциал присущий каждому сегодня первый день фестиваля вы увидите все фильмы конкурсной программы создателями этих картин как в прошлом году были дети многие из них присутствуют в этом зале и с волнением ждут показа их творений я прям вот так вдохновилась прямо так и так впечатлилась что решила и сама буду кино снимать я визиточки вам раздам свои да вот я тут все все звоним все дорогие начинаем торжественную церемонии открытия 2 санкт-петербургский кинофестиваль волшебный фонар досточтимый председатель жюри от лица участников и организаторов 2 санкт-петербургского кинофестиваля волшебный фонарь мы торжественно передаем ваши распоряжения призы фестиваля для награждения достойнейших по стену но до этой честью я счастлива что мы опять собрались я вижу очень много знакомых лиц чудесных глаз и даже сказать что наш уровень общий вырос за этот год неизмеримо так что поздравляю вас праздник мы думали что будут участвовать наши фильмы но и ближайших каких-то наших друзей а вдруг оказалось что это вызвало такую заинтересованность со стороны педагогов социальных работников они поняли что это такой просто кладезь вот из таких новых методов работы с детьми по их адаптации и было очень много пожеланий после первого кинофестиваля продолжать работу и развитие киностудии и вот на основе вот этой вот волны мы создали второй кинофестиваль я когда впервые услышала об этой идее мне она показалась какой-то фантастической и очень сложно реализуемой мне было сложно представить как это можно осуществить как у них это получится но придя сейчас и увидев как они собрали всех этих детей в одном месте чудесном таком славном месте когда я вижу фильмы от детей из таких удаленных регионов россии и вижу вот этот обмен энергии между этими особыми ребятами меня это очень вдохновляет мне это очень вдохновляет я считаю что это нужно в принципе всем людям иногда прийти и погрузиться вот какой-то особенный мир в прошлом году я была как журналист меняет волшебный фонарь восхитил поразил я смотрела фильмы четыре часа подряд пока не все показывают ним не могла я не уйти не встать может это было настолько интересно настолько здорово столько идей для творчества и как художнику и как педагогу встречайте фильм открытие фестивале счастливы вместе мы выросли и стали верными помощниками как мы летом заставим огород картошку много овощей арбузы и конечно же море разосветных плитов детские мультики сделанные детьми они абсолютно искренние абсолютно искренние но дети все-таки играют что называется во взрослые кино иногда это даже мешает когда дети пытаются сделать что называется по взрослому лучше пусть делают как делать да не в общем то в основном так и делают делают как получается как как они видят как они чувствуют как получается от этого искренность и и это как раз вызывает отклик это это вызывает искреннюю эмоцию синий мальчик рассказать хотим сейчас замечательный рассказ мое восхищение этим людям которые работают с ребятами в больницах какие они молодцы все-таки какое-то нужное дело нужно очень правильное делу мне понравилось множество но больше меня затронуло когда мы уходили там про маму мамуренька ты моя самая при самая любимая я очень при очень люблю сейчас мы хотим поблагодарить тех кто оказал поддержку и помощь нашему фестивалю фонд президентских грантов на развитие гражданского общества комитет по социальной политике санкт-петербурга международный женский круг в санкт-петербурге компания мастер мир производитель и дистрибьютор ручного инструмента если внимание ребенка переключить с больницы на другое дело которое ему нравится он сразу начинает лучше себя чувствовать и ребенок говорит ну ладно делайте мне тут быстренько укол я побежал меня ждут мне нужно кино делать они думают о том какой результат будет от его лечения какие будут у него анализы и что его в будущем ждет конечно такая пестрая картина мультиков и сложно выделить что-то особенное такое что запомнилось вот вообще хочу сказать что все что объединяет вот какая-то общая идея всех этих мультиков это такой добрый посып который идет от одних детей их воспитателей возможно родители другим детям то есть каждый мультик он наполнил какой-то такой доброй идеи которую какой-то ребенок хочет передать другому например верить в себя или стремится стать лучше развиваться учиться несмотря ни на что вот это очень впечатляет радует не хотим никого оскорблять снисхождение заблуждение большей части нашего общества в том что дети инвалидов не нужно относиться как-то плаксиво любезно они требуют соработничества настоящие настоящая интеграции мы за фу художественную составляющую в кино в театр и так далее поэтому мы по большей части нацелены на шедевры работаем именно так да мы работаем с детьми опорниками но они дадут фору здоровым есть отдельные ребята просто сами росла на остался ряда зубов ну этого даниил коротков это настолько талантливые ребята ну естественно они всегда вперед они в главных долях всегда у нас безумно талантливые они схватывают все на лету в поднебесной нет ничего что можно было бы сравнить с пользой от недеяния в этом закон небесного дао когда будет уничтожен ученый не будет и печали я буду твоими глазами студия юни-гол фонда развития детского кино сотворение слепая что ли прости уйди сам разберусь уйди сам разберусь прости что накричала денек был не очень все из рук валилось бывает смайлик ну я сперва даже не понял как это сделано потом по господи они так используют свет взрослый ну не додумался бы а тут целый фильм сделан только на свете но для для меня это вообще была новость поэтому для меня это ну скажем так один из лучших фильмов и каждый раз что-то открывается потому что у детей разум еще что называется не затуманен правилами решила помочь брату послала ему смайлик чтобы смайлик его домой привел покатился смайлик по дорожке и в лес прокатился катится по тропинке хихикает а на встречу ему серый волк идет скажи чем ты занимался в этом мультике я занимался я двигал героев а мой брат он двигал свет не могу называть себя серьезным человеком искренне надеюсь что я еще ну хотя бы подросток понимаю что уже не ребенок слишком уж длинная борода развиваешь когда детей когда с ними работаешь с ними играешь в первую очередь развиваешься сам становишься интереснее становишься сильнее становишься более творческим но кто сейчас будет взрослый лепить пластилина либо играть в игрушки а с детьми это можно делать и получать от этого колоссальное удовольствие главное для нас это умение тратится и если у нас есть этот навык тратится да то тогда безусловно будут получаться результаты мы нацелены именно так ну конечно у нас есть масса своих сложностей организационных у ребят здоровье иногда подкачивает но это как говорится все временные трудности на пути к успеху мы так считаем ты зовешься с собой только в мире твоем мне не место ты видишь что не вижу я я вижу что не видишь ты и изменить все это слишком сложно мы спорим слышали себя и вновь кричим до хрипоты но нам понять друг друга невозможно у нас есть дача в поселке шум это станция войбокола и там вместе с моим сыном каждое лето обитают все его друзья и вот когда ребята приезжают то надо чем-то их занять и какая-то как-то у нас родилась идея сделать совместные фильмы и вот мы стали снимать фильмы именно в шуме поэтому наша киностудия называется шум фильм а и 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 Мне запомнился один мультфильм, где прорывали яму между горами, чтобы можно было пройти. Он верил в свои силы, и у него все получилось. Я сдвину эту гору, даже если мне придется работать день и ночь, и проложу дорогу в город. За 22 года непрерывной работы ему удалось прорубить в горе проход, так что путь из его деревни в город сократился до одного километра. А тебе нравится объявлять мультик, когда ты на сцену выходишь? Ну, я еще ни один раз не делала, ну, нравится. Ну, все, давай, поехали. Смотри, там она грустит у окраина. Врачи говорят, что серьезная война, но ей не нужны лекарственные смеси. Вы должны быть вместе, вы должны быть вместе. Она пленительный сочный котлет. Да так ли, как другая планета, ты тоже не прост, невзирая на рост и на твой рыжий хвост. Я просто понимаю, что я не могу отсюда уйти. Я понимаю, что я не могу. Ну, может, жизнь когда-нибудь заставит. Но пока не хочу. А что мне это дает? Я здесь, я живой. Поздравляем Веронику Плотникову. Следующий приз за лучшую роль мальчика вручает член жюри Горбунов Алексей. Тут у нас сомнений не осталось, кто у нас лучший актер в этом году. Это Стас Рядозубов. Школа динамика. Следующий приз за лучшую музыкальную роль вручает Наталья Викторченко. У вас в студии Жират называется «Однажды во дворе». Здесь есть представители студии Жират? Нет? Мне очень жаль, потому что, по сути дела, это не просто музыкальный фильм, а это мюзикл. Следующий приз за лучший фильм особого жанра вручает Алексей Горбунов. И здесь, собственно, приз даже не сколько за фильм, сколько за явление, которое заявлено этим фильмом. За удивительную самоотдачу. За удивительную смелость, терпение и доброту. Вот за что этот приз. Поэтому это особый жанр. Вручается Намская школа, да? Намская школа, Якутия. Намская школа из далекой, холодной, солнечной Якутии. Где растут арбузы. За фильм «Счастливы вместе». Счастливой якутийской семье. Лучший анимационный фильм. Но тут, как бы, да. Я тут, в некотором образе, специалист. Но тут получилось, из двух фильмов, слава богу, одной студии, нам было трудно выбрать, какой из них лучше. Один, да не, они оба очень смешные, очень забавные и очень хорошо сделаны. Это сказка, по-моему, о грустной улитке. Да, ой. Сказка о грустной улитке. И в тишине болота. Представители. Нет, у нас есть и дети из этой школы. Принимайте. Следующий кейс за лучший игровой фильм. Звучает Наталья Тараскевича. Да, 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 да. Студия Жират, опять наша любимая студия. И опять очередное чудо. Есть у нас Жират? Ой. Вы помните этих монстров? Эти костюмы невероятные, сделанные из отходов бытовых. Это жуткая совершенно история. Мне жаль, что здесь никого нет, потому что я с удовольствием пожаловала бы руки. И как играют дети, как они серьезно и проникновенно, и чувствуя эту проблему, вот эта вообще экологическая сейчас проблема на всей земле номер один, как вы понимаете. Они это решают гениально. Вот, к сожалению, опять никого нет. Приз зрительских симпатий получает Наталья Викторовна Чаликова. Вчера, хотя нам все же в конце, мы все дружно посмотрели фильм под названием «В поисках друга». И для нас стало совершенно очевидно, что этот фильм завоевал зрительские симпатии. Вы так замечательно реагировали, так сопереживали, что нам и думать-то не пришлось ни о чем. Вот, наверное, такие фильмы просто необходимы. С таким замечательным финалом, веселые, добрые. Приз хочется вручить уже нашим старым, добрым друзьям, которые не впервые участвуют в этом фестивале. Студия «Да». Следующая номинация. Специальный приз жюри вручает Алексей Горбунов. Этот приз особо приятно мне вручить, потому что обычно смотришь фильмы, ну да, 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 хорошо, хорошо, хорошо. И очень здорово, когда я, вот вроде больше 20 лет, так сказать, кино занимаюсь, но когда я вижу что-то новое, даже для себя сделано детскими руками, я говорю, вот это здорово. Вот это даже я так не додумался. Это фильм, который очень нам понравился. Фильм «Смайли». Гран-при второго Санкт-Петербургского кинофестиваля «Волшебный фонарь» вручает председатель жюри Наталья Викторовна Чаликова. Гран-при нашего замечательного фестиваля вручается фильму в студии «Жираф», увы, нет, под названием «Жвачка». Он великолепен и по замыслу, и по исполнению. Вот поэтому я надеюсь, что кому-то, я очень сожалею, что не удается вручить этот самый главный приз нашим фестивалем творцам и исполнителям этой киноистории. Можно снять фильм на телефон. Вы знаете, если зрителя это зацепит, неважно, на что он будет снят, и даже, в общем-то, неважно, какого качества будет этот фильм, ну, это видео, допустим. Если вас это действительно зацепит и не сможете оторвать глаз, а это уже наша работа, это наше занятие с ребятами, то, собственно говоря, я думаю, фильм получится. Тут еще кто у кого учится, понимаете, кто у кого вдохновляется. Божьим промыслом так получилось, что дети эти умеют терпеть, да, они умеют творить, для них каждый день, собственно говоря, подвиг. А мы, которые в эту среду попали, мы научаемся терпению и вдохновляемся каждый день. Для нас, ну, я не буду там пересказывать какие-то интересные случаи там подробно, но мы каждый день удивляемся, когда попадаем в эту среду. Она нас вдохновляет, повторюсь, может быть. И мы получили вот эту вот прививку, уже не можем остановиться никак, по-другому уже никак. Не знаю, как сложится наша жизнь, но мы, выпускники театральной академии, казалось бы, да, могли бы заниматься там театром, большими постановками. Но так суждено было, что мы попали сюда. И здесь, собственно говоря, работаем, здесь создаем и радуемся и творим. Вот так вот, пожалуйста. Пока есть улыбка, пока есть желание чем-то двигаться, все будет хорошо.